Всем привет, народ! С вами Ани Рейль, и давайте я пощупала Ковенанта и готова про них немножко вам рассказать. В первую очередь, как я люблю, начнем мы с того, зачем нам это надо, в чем плюшечки и что нам дает. При прокачке нашего замечательного Тора, и в будущем еще Фрей и Хеймдали, и еще много, возможно, кого, но пока мы знаем только про троих, мы получаем вот такую вот схемку, на которой можно выкупать плиточки. Я, если вы заметили, выкупила уже две плиточки, которые некие бонусы мне дают. Смотрите, бонусы, в принципе, на этой доске делятся на три типа. Первый тип, и их можно заметить, они обозначаются вот такими тремя треугольничками. Это бонусы для самого Тора. Дефенс Тора плюс 32, ХП Тора плюс 1300, вот это вот все. Вот такие еще бонусы есть. Это улучшает самого Тора, делает его более блестяшным, крутым и мощным. Второй тип бонусов, он такой с крылышками. Это бонусы для героев. Как я уже говорила в четвергом сегодняшнем видео, эти бонусы распространяются на всех вообще ваших героев, если у вас экипирован Тор. То есть пока он экипирован, все, что вы выкупили для ваших героев, например, я выкупила скилл плюс 1, атака плюс 3, это все перманентно действует на всех моих героях во всех режимах. Обратите внимание во всех режимах, включая в том числе и ПВП, АПЕКС и, конечно же, ПВЕ. И третий вид, который выглядит как, не знаю, такой флажочек, это бонусы для солдат. Точно так же они действуют на всех солдат для всех героев, в том числе и в ПВЕ, и в ПВП, и в АПЕКСе, везде-везде. Куда именно мы хотим качать эти плашки, зависит от того, какие у нас цели. Самое главное, не бойтесь ошибиться и не бойтесь запороть эти вот плиточки. У нас есть замечательная стрелочка, если нажать на которую, мы видим, что у нас есть как минимум один бесплатный ресет. После того, как мы использовали один бесплатный ресет, дальше ресеты пойдут за кристаллы. Но это тоже не страшно, их там не прям много стоит, каждый ресет. Но вроде как он прогрессивно увеличивается. То есть, с одной стороны, не надо бояться сделать что-то неправильное, тем более, что в итоге когда-нибудь к 70 уровню нашего Тора, он максимально 70, по идее мы когда-нибудь заполним эти все штучки. Но на данном этапе можно экспериментировать, можно пробовать всякие интересные приколы. Я оставлю где-нибудь в комментариях ссылку на китайскую схемку, которая предполагается, что она типа самая оптимальная, куда стоит идти. Если совсем вкратце, то они пытаются дойти до атаки плюс 12 и до интеллекта плюс 12, то эти стороны. Итак, на чем мы фокусимся? Если мы будем фокусить ноды с треугольничками, то есть относящиеся к Тору, это все чистейший ПВЕ контент. Тора нельзя вызвать в ПВП и в Апексе. Еще его нельзя вызвать на челлендж-стадиях, которые за джойстички, но зато можно использовать во всех джоинт-битвах, в Аники, включая ту, которую вы бегаете со своими друзьями. Там мы сегодня буквально фармили Аники, у меня постоянно всякие Торы с неба падали. На авто бот их постоянно используют. В Древнем Храме, где только там, в Древнем Зове, везде вообще можно использовать вашего замечательного Ковенанта. Он вносит кучу урона, он очень мощный, очень жирный. Несколько ходов всего стоит, но это уже не важно, потому что он крутой. Это ПВЕ путь. Второй путь, это, конечно же, использовать его в ПВП. И тогда мы идем в совершенно другие ноды. Мы берем все, что дадает атаку интеллект героям и войскам. Постараемся максимально-оптимально, понятное дело. Вообще, все статы только для героев, только для войск. Практически стараемся игнорировать ноды для Тора. Зачем это надо? Я вот здесь соглашусь именно с этим путем, потому что я не раз говорила, что ПВЕ-контент можно пройти чем угодно, при желании-то особенно. Абсолютно любыми ПВЕ-героями, предназначенными и непредназначенными для ПВЕ, при должном усердии и старании, пройти можно чем угодно ПВЕ. В ПВП так не получится. Именно поэтому я тоже, в том числе, буду фокусить все свои ноды на атаках героя, дефенс-героя, статы для героев и статы для войск. Потому что в ПВЕ-контент я и без этих красивого, конечно, очень блестящего, эпилептического, на самом деле, сверкающего суммона спокойно обойдусь. А пассивные статы, которые действуют постоянно, все время, пока активирован этот босс, это то, что мне нужно. Итак, здесь мы выяснили, какие плюшки нас ждут, зачем нам нужно это делать. Теперь пойдемте выяснять, как именно нужно это делать. Пролистываем сюда до конца и видим королевство Авроры. Вот здесь вот огромное количество, видите, пустых слотов. Фрейя появится где-то тут, где появится Хеймдаль, мы не знаем. Заходим сюда и видим, что у нас есть некоторое количество уровней, которые нужно пройти. Как только мы пройдем первые три, первых трех, нам награду дают как раз именно его, Тора. И еще два свиточка, что вообще супер приятно. Вот эти штуки, это не предмет, он никуда не падает, но вы просто получаете эту штуковину и после этого у вас начинается отсчет. Именно поэтому я в самом, прям с утра в 10 утра всем написала, ребят, проходите сколько можете, как только можете, прям сразу, чтобы у вас пошел вот этот вот счетчик. Чем дальше вы пройдете по сюжету, тем больше вы будете находить вот таких вот перышек, они будут увеличивать вам приход золотых слитков. С помощью этих золотых слитков вы качаете уровень Тору. Вы качаете уровень Тору, у вас открывается сюжет дальше, дальше вы получаете какие-то новые уровни, за них получаете новые ништяки. И вот здесь вот важно сказать, если вы не идейный фри-ту-плеер, как я, то я вот прям реально советую, не помню, чтобы я когда-либо советовала задонатить, но я вот прям сейчас, наверное, посоветую. В магазине есть пак. Пак стоит всего 5 баксов. И дает он 6 тысяч с половиной золота, с помощью которых вы сможете прокачать вашего Тора сразу в первый день, примерно до 16 уровня. Это вам откроет следующую ноду. Вы сможете продвигаться дальше, у вас сразу пойдет больший доход с пройденных уровней. Но это же, конечно, все имеется в виду, что вы можете пройти эти уровни, у вас хватает силенок. Про это чуть попозже. Предположим, что вы можете пройти эти уровни, поэтому чем быстрее вы их проходите, тем больше времени у вас генерируется эта валюта. Валюта генерируется, вы качаете Тора, вы качаете Тора, вы открываете новые уровни, валюта генерируется еще больше, еще сильнее, вы получаете преимущество в ПВП в первую очередь, потому что вы раньше открываете те ноды, которые ваши, возможно, еще ленивые или недонатищие оппоненты не открыли, а вы уже открыли. То есть, если вы заплатите эти 5 баксов, то вы получите такое нехилое преимущество на старте, которое потом превратится в снежные комы и будет немножко нарастать, нарастать, нарастать. Я советую это сделать, но я не считаю это обязательным и сама, конечно же, это делать не буду, потому что я же идейная. Главное, что я точно не советую, это забивать на этот уровень целиком и полностью и вообще оставаться ему гнить навсегда. Этот уровень очень сильно похож по своему действию на Древний Зов. То есть, если вы один раз пройдете все эти уровни, то все, вам больше не надо ничего делать, просто заходите раз в день, кликаете сюда, собираете вот эти вот золотые слиточки, идете, вкачиваете ими Тора, и оно само собой вообще все генерируется, вам больше не нужно проходить лишнего ни одного раза. Здесь еще есть ачивочки. В первом уровне ачивок нет ни одной, во втором появляется первая ачивка на уровне 2-3. За эти ачивки я видела скриншоты с китайских серверов, там бывают очень крутые предметы, которые, опять же, помогают прокачивать какие-то особо редкие дорогие ноды для Тора. И чем дальше мы идем, естественно, тем круче будут ачивки. По поводу того, как пройти. Тут я вам могу помочь только очень ограниченно. Главная проблема и главный гейткип для игроков послабее заключается в том, что вам для всех трех уровней то есть здесь в каждом вот таком вот кружочке по три уровня. Здесь 2-1-2-2-2-3, здесь 1-1-1-2-1-3. И вот для каждого такого уровня вам нужна отдельная команда, которая в силах пройти этот уровень. Там максимум пять игроков юнитов. Вам нужен для каждого из трех предположительно танк, хиллер, хорошие прокачанные ДД. Для таких долгоиграющих старичков типа меня это все лицо каточка. Для меня вообще никакой сложности не составило. Здесь написано difficulty сложность B уровень. Здесь тоже B уровень. Там дальше, видимо, ближе к ВОЗ уже будет посерьезнее. Но пока это выглядело не сложнее, чем таймлист материалы. Но если вы недавно взяли 70 уровень, если у вас непрокачанные войска, непрокачанные шмотки, герои и прочее, то я вам реально ничем не смогу помочь. Вам будет очень сложно пройти эти уровни. Постарайтесь вообще бросить все свои силы хотя бы на то, чтобы получить из 1-3 вот, кстати, сложность S тут пишет. То есть здесь B, здесь B, а дальше вот это S. Чтобы получить сложность 3 и получить самого Одина, чтобы у вас начал, собственно, появляться Один, качаться эта валюта. Но если вы не прокачанные, если вы низкого уровня, то, к сожалению, увы, это высокоуровневый контент. Парочка советов для прохождения конкретно этого уровня. Здесь очень много у Тора всяких мелких АОЕшек. Он бьет всех по чуть-чуть на 2000 несколько раз за раунд. Если у вас есть розенцель, джаглер или каюра, а еще лучше джаглер и каюра, тогда вам вообще никакой хил не понадобится, то этот уровень довольно простой. Вы будете пассивно сами себя отхиливать и игнорировать вообще все, что делает босс. Это первый способ получить золотишко. Второй способ и открывается он вот как раз ровно со второй нодой, выглядит он как стульчик. Каждый стульчик дает вам один слот в отправлении на экспедицию. Здесь мы выбираем желательно героев двух фракций и двух определенных классов. То есть в идеале у меня вот здесь например Бернхард, он и империя и меч. Тогда мы получаем стопроцентный бонус эффективности и получаем еще плюс немножко дохода в час. К сожалению, я не помню, я пыталась вспомнить, есть ли кто-то, кто одновременно и империи и принцесса и при этом меч или флайер, но по-моему таких не существует. А если кому интересно, для Фрейи это будет мифик и глори. И это будут маги и холики. Совершенно другой типаж. Здесь написано, что именно нужно сделать, чтобы получить еще дополнительные стульчики для отправления ваших героев в экспедиции. Вот это плюс 3 в час, его здесь видно. У меня базовый доход 75 и плюс 3 в час. То есть вам будут нужны разнообразные прокачанные герои и вам будут нужны очень разнообразные прокачанные команды, чтобы мочь пройти вот этот контент. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это то, собственно, как этого Тора включить. Заходим в Ковенант, заходим вот в этот кружочек Ковенант Деплоймент и выбираем, прямо выбираем, выбираем, нажимаем Деплой, и теперь у нас, во-первых, у нас есть возможность в бою его вызвать, во-вторых, у нас стопроцентно перманентно действуют все вот эти пассивочки. Вот, пожалуйста, левел Аптора, он теперь восьмой уровень, чтобы продвинуться дальше по сюжету, мне нужен уровень четырнадцатый. Если я за пять баксов пак не куплю, сегодня я этого не получу, я это получу не сегодня, а там, не знаю, завтра или послезавтра, то есть отставание, оно, конечно, будет, но оно будет не настолько страшное, чтобы говорить, типа, умираю, все, я больше не могу играть в Апекс, потому что у меня Тор не прокачан, такого, конечно же, не случится. Ну и давайте на примере покажем, как этот призыв замечательный выглядит. Вот стартовый экран, как вы видите, у меня тут Валькирия, сетап, и справа появляется вот такая блямба с Тором, показывается его стартовая энергия, показывается уровень, если сюда кликнуть, можно будет в будущем выбирать других комбинантов, сейчас нет. И здесь мы также видим его статуи, его радиус, обилки, которые он умеет кидать, телепортироваться, бить, там, не знаю, издеваться всячески. И мы видим эффекты, какие, как именно ему получать энергию. Например, в начале битвы он получает 46 ровно, в начале хода он получает плюс 2. Убивать несу моно дает ему одну энергию. И так далее, и тому подобное, здесь все очень подробно расписано. Входим, бой. вот промотал я на несколько ходов вперед, 60 энергии набрал Тор, кликаем сюда, и можем его уронить куда-нибудь, куда угодно. Давайте, как положено, сначала тыкну пальцем. Куда нужно? Теперь будем ронять. с супер-мега-эпической анимацией Тор падает, сваливается кому-то на голову, после чего может походить. Вот здесь большая цифра 2, которая означает, что он два хода с нами побудет, потом уйдет. Атакует всех врагов в радиусе двух клеток. Отлично, мне подойдет. Кстати, отличная тема для прохождения как раз Валькирии, тем, кому не хватает ауе-героев, которые могли бы ауешать несколько раз в ход, это же просто идеально. После того, как Тор походил, видно, что на нем осталась единичка, что он действует еще всего один ход. Он стоит как юнит, то есть его при желании можно поатаковать, он сам может кому-то втащить, он командой увеличивает атаку всех союзников в радиусе двух клеток на 10% и дает иммунитет, например, к запрету дополнительного хода. Но это не работает в ПВП, к счастью, к сожалению. Вот такой вот товарищ. Сейчас покажу, как это выглядит в режимах, где его нельзя призвать. Как верно заметил один мой друг Кощей, в режиме челленджа на джойстичке он не призывается. То есть можно будет просто опять же выбрать Ковенант и получить от него пассивные прибавки к статам типа атака плюс 3 скил плюс 1. Но на поле боя его призвать нельзя вообще. И справляйтесь сами. Но в 90 наверное процентах всего ПВЕ контента, вот включая храмы, например, сейчас нам будет намного проще проходить храмы благодаря ним. С другой стороны, тем, кто еще храмы не может пройти, пройти уровень для того, чтобы открыть себе Ковенанта, будет тоже подлым. Так что паука о двух концах. Это сильный буст, очень сильный буст для ПВЕ, заметно сильный буст для ПВП, так что повторю свою идею еще раз. Ребят, пожалуйста, не забивайте на Ковенанты, а откройте столько, сколько вы можете, начните генерировать экспу вашему Тору, и, наверное, все, это достаточно простой режим, больше про него особо рассказывать нечего. Всем удачи, надеюсь, что я помогла, если что-то еще до сих пор не прояснилось, пишите в комментариях, я обязательно отвечу.